Профилактика и скрининг рака легкого Но все-таки побольше я сделал Группы риска рака легкого Курильщики прежде всего Профессиональные канцерогенные вредности То есть все, что в воздухе есть Радон помещения, это жилищный канцероген Это канцероген офисов и так далее Лучевая терапия То есть легкая, очень чувствительная к лучевым воздействиям И поэтому, например, у женщин больных туберкулезом Которые прошли больше 100 минограмм Очень высокий риск рака легкого А риск рака молочной железы У женщин, прошедших больше 100 рентгеновских исследований Грудной клетки, знаете какой? Такой же, как приносительстве мутантных генов Берсии Молочная железа, еще более чувствительна К ионизирующим излучениям Пневмосклероз сегодня Больные Хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких Это считается предраковая заболевание Хронический братхит курильщика и Хоббл Два основных предраковых заболевания для рака легкого Ну, предраковые изменения Это метаблазия Дисплазия трехстепеней, карцинома и инсиду Как для большинства других органов Первичная профилактика Борьба с курением Уменьшение вот контакта с профессиональными канцерогенами Уменьшение поступления радона в воздух в жилище Это просто проветрение помещения Мы вот канцерогенам жилища очень мало внимания уделяем Вот мое исследование с единистами На кухне стоит газовая плита Час погорела, час Уровень бензопирена и других канцерогенов в воздухе кухни В сто раз превышает предельно допустимую концентрацию Для канцерогенно опасных производств Никто об этом говорит, никто не пишет Наши женщины в сто раз дышат Значит, сто ПДК вдыхают Вот и как-то Нам рекомендовали Давайте вы не пугайте людей Ну вас вообще Не надо пугать людей Вот и поэтому канцерогенность жилища Это имеет огромное значение Ну и наконец это вот наше дело Уменьшение медицинского излучения По возможности замена рентгеновских исследований на МРТ Высокодозный КТ на низкодозный КТ А может быть и УЗИ можно обойтись Ну в ряде случаев мы рентгеновские обследования Назначаем Ведь ну как бы чего не вышло Давай назначим И скрининг рака легкого Вот изучалось в течение многих лет три опции Рентгенография органов Ну сначала флюорография Да У нас сколько докторских было защищено Пульмонологические комиссии Профессорами люди стали На флюорографии Как метод скрининга рака легкого Метаанализы показали Бесполезна флюорография для скрининга рака легкого Туберкулез да Рак легкого бесполезна Да Рентгенография органов грудной клетки Ну уже крупнее мы больше видим Да Цитологическое исследование МАКРОТ И вот низкодозная компьютерная томография Опять же метаанализы Доказательная медицина Это такая дубина Показали что Рентгенография органов грудной клетки Цитологический скрининг Не снижает смертность Метаанализы да Уже рандомизированных исследований Поэтому они бесполезны Бесполезны Улучшается редиктабельность И так далее Все эти докторские диссерты Ну раз смертность не снижает Значит бесполезны И надежда остается Только на низкодозную Компьютерную томографию Вот Опубликованное крупное исследование По сравнению с Через 6 лет В группах риска Курильщики в основном Видите Достоверно Все таки Смертность снижается Перед теми Кто проходил Рентген Значит Обзорную рентгенографию Грудной клетки Вот Но масса проблем Первое Во первых Низкая специфичность И вот Метаанализ 13 исследований Показывает что Огромное количество узлов У курильщиков И это же ведь не биопсия Молочной железы Это должна быть Навигационная биопсия С риском пневмоторакса Вот Или через бронхоскоп Когда в ряде случаев Не попадешь Поэтому очень важно Заподобие Что именно этот узел раков А их там десятки Поэтому разрабатываются опции Как это дифференцирует В том числе Математический анализ Компьютерных изображений Вот сейчас это все идет И второе Второе Не выполняется Очень важная рекомендация Доступность Американцы подсчитали Что Низкодолжная компьютерная томография Если обследовать Все население Один случай Раннего рака легкого Будет стоить Два миллиона долларов США Если обследовать Только злостных курильщиков Самую Значит Высокую группу риска То один случай Раннего рака легкого Будет стоить Сто тысяч долларов США Американцы считают деньги Поэтому конечно Это неприемлемо И нигде в мире Пока это В рутинную практику Не входит Я спрашивал Сколько стоит В нашей стране Я один из участников Инициаторов Этого исследования Никто не может сказать Никто не считал Вот Заведомо ниже Потому что Мы себя очень низко ценим И конечно Там это Зарплата врачей В США Врач-специалист В том числе Радиолог Рентгенолог Зарплата От трех миллионов долларов США в год Мы видели такие зарплаты Конечно Наши зарплаты Копеечные У нас это будет Значительно дешевле Но тем не менее Вот так Химиопрофилактика Рака легкого Нет ее Целый ряд исследований Был проведен Все с треском Провалились Поэтому химиопрофилактики Нет Вот привожу только Самые крупные Поэтому Заключаю Рак легкого Это самое смертельное Онкологическое заболевание А может быть Вообще Самое Одно из самых Смертельных заболеваний Потому что От трех до пяти Процентов Заболевшим Раком легкого Современная медицина Излечивает Ранняя диагностика Скрининга нет Первичная профилактика Понятно Вот она есть Эффективного Скрининга нет Вот обнадеживает Нас Низкодозная Компьютерная Томография